Друзья, сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, хочет ли Сын Божий, чтобы мы прежде любили себя или других? Мы будем с вами отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 22 глава, 39 стих. А в чем проблема? Христос говорит в Евангелии от Матфея, что мы должны возлюбить ближнего, как самого себя. Но если мы будем сначала любить себя, прежде чем мы полюбим ближнего, тогда мы тем самым поставим себя перед ближним. Учил ли нас Сын Божий, что мы должны быть эгоистичными? Конечно, нет. И современные Экзегеты предлагают очень интересное решение. Заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя» можно понимать по-разному. Но ни в коем случае Христос не допускает, что мы должны быть эгоистичными. Библия осуждает людей самолюбивых. Смотрите 2 Тимофея, 3 глава, 2 стих. Она призывает нас учитывать не только свои интересы, но также интересы других. Смотрите послание к филиппийцам, 2.4. Есть три способа понять фразу «возлюби ближнего, как самого себя». Во-первых, некоторые видят в словах Христа призыв любить других так, как мы должны любить себя в идеале, то есть не эгоистично. Я пытаюсь объяснить значение этих слов. На самом деле, любовь к себе, если это духовная любовь, это означает спрашивать себя самого значительно строже, чем с других людей. Это прежде всего, потому что если мы себе желаем блага, мы должны учиться вовремя останавливаться перед совершением каких-то грехов. Ученые-библеисты продолжают рассуждение, однако это толкование кажется слишком неуловимым и неточным в сравнении с обычно явными нравственными утверждениями Христа. Было бы более естественно просто сказать, что не следует быть эгоистичным, чем запутанно требовать любить кого-либо неэгоистично. Во-вторых, Христос мог иметь в виду, что мы должны любить других, как мы должны любить себя. То есть, соответствующим образом, существует разумное самоуважение и любовь к себе. Послание к эфесянам говорит, что надо заботиться о своем теле, ибо, цитата, «никто никогда не имеет ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». Это послание к эфесянам, 5 глава, 29 стих. То есть, нет ничего плохого в разумном самоуважении и любви к себе. Библия осуждает того, кто думает о себе более, чем должен думать, но Писание призывает думать о себе скромно. Это послание к римлянам, 12 глава, 3 стих. В этом смысле, может быть, Христос говорит, что нужно любить других, как мы должны любить себя. В-третьих, Иисус мог иметь в виду, что мы должны любить других настолько сильно, как мы любим себя. И давайте подведем, как бы, резюме этому рассуждению ученых-библейстов. Человек лично ответственен перед Богом за сохранение собственной души. Лично. И он должен также трепетно сопереживать другим людям, чтобы их души шли путем спасения. Например, Евангелие от Матфея, 16.26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? И здесь более надо уточнить, что на самом-то деле мы сами себе и не принадлежим. Мы рождаемся в этот мир, наделенный возможностью видеть, слышать, обонять, осизать. И все это некая божественная данность. И это все проистекает от Бога. А Христос говорит, отдавайте Богу, Богово, то есть самих себя, на служение Ему. И в то же время в Библии сказано, вы куплены дорогою ценою, ценою крови Сына Божия. Не делайтесь рабами человеков или рабами греха. Мы куплены в собственность Богом, Его кровью. И это сделано для того, чтобы обеспечить для нас спасение. И мы должны в этом смысле быть лично ответственны за жизнь своего тела, чтобы мы существовали, живя в теле по законам Бога, за свою собственную семью. Это продолжение нашей жизни, прежде всего, наши дети. Муж и жена вообще в плоть единого. И мы должны думать о братьях и сестрах по вере, чтобы способствовать и их спасению, и о других людях, которые пребывают в неведении о Боге, идут путем погибели. И мы о них должны иметь рассуждения, чтобы и им помочь. Поэтому неэгоистическая сатириология – это забота о других так же, как мы духовно промышляем и заботимся о самих себе. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok